Итак, сперва давайте начнем с затылочной кости и будем дальше двигаться и разбирать каждые кости черепа. Значит, затылочная кость у нас называется осоксипитали. Она граничит с височной костью. Вот мы видим здесь височную кость, также с теменной костью. И вместе с теменной костью она образует лямбдовидный шов. Вот здесь вы можете увидеть этот шов, лямбдовидный шов. И этот шов напоминает латинскую букву лямбда, поэтому она называется лямбдовидный шов или сутура лямбдайде. Так, на этой кости мы можем выделять наружную поверхность и внутреннюю поверхность. И давайте начнем с внутренней поверхности, так как там очень много интересных элементов. Условно, затылочную кость мы можем разделить на три части. То есть, первая часть это у нас чешуйчатая часть или парс-скуамоза. Она по форме напоминает тарелку. То есть, она такая же плоская и называется парс-скуамоза. Также на затылочной кости мы выделяем две боковые части. Парс-латералис. Парс-латералис. И третья часть это у нас основание или парс-базиллярис, который присоединяется с клиновидной костью. Значит, эта часть у нас парс-базиллярис. Значит, затылочную кость мы разделили на три части. Первая это парс-скуамоза или чешуйчатая часть. Вторая – боковые части или латеральные части. И третья у нас основная часть парс-базиллярис. Начнем с чешуйчатой части. И если мы посмотрим на чешуйчатые части с внутренней стороны, то тут мы можем увидеть крестообразное возвышение. Вот. И это возвышение по форме напоминает крест. Вот сюда я нарисую крест. И оно напоминает крестообразную форму. И называется крестообразное возвышение. Eminentia cruciformis. Eminentia cruciformis. Какие структуры участвуют в образовании крестообразного возвышения? Первое – это верхний сагитальный синус. Или сулькус синус сагиталис супериор. Две боковые части крестообразного возвышения у нас образуют поперечные борозды. Или сулькус синус трансверсус. И нижнюю часть вот этого крестообразного возвышения у нас образует гребень или внутренний гребень затылочной кости. Креста. Оксипиталис. Интерна. Почему она получила такое название? Потому что с наружной стороны тоже у нас есть точно такой же гребень. И поэтому эта часть называется внутренний гребень. А то, что находится с наружной стороны, у нас называется крестооксипиталис экстерна. Итак, что такое вот сулькус синус сагиталис супериор? Это у нас след от вены, которая находится в нашем мозгу. И чтобы увидеть эту вену, я уберу эту картинку. Значит, вот, это наш мозг. И в нашем мозгу происходит обмен веществ между артериальной кровью и между тканью мозга. То есть, из артерии к тканям мозга у нас приходят артерии. Они разделяются на маленькие артериолы. И от артериол у нас начинаются капилляры. Капиллярные такие ветви. И здесь у нас находится условно наша клетка или ткань мозга. И между тканью мозга и капиллярами у нас происходит обмен газов. То есть, карбонат ангидрид, который находится внутри клетки, он переходит внутрь капилляров. Вот, как бы просвет капилляра. А кислород, который находится внутри капилляров, он переходит внутрь клетки по градиенту концентрации. Также питательные вещества, они переходят внутрь клетки, а остаточные продукты обмена веществ, они поступают в кровь. И капилляры потом собираются у нас на венулы. А венулы у нас образуют вены. И в нашем случае, то есть, в мозгу у нас вместо вен образуются синусы. В чем отличие вен от синусов? Итак, если мы посмотрим стенку вены. Стенку вены у нас образуют три слоя. Первый это у нас эпителиальный или эндотелиальный слой. Дальше у нас идет мышечный слой. И как бы соединительный тканный слой. И у вены вот этот мышечный слой, он очень слабо выраженный. А стенку синуса у нас образует кость. Например, здесь мы возьмем теменную кость. Вот здесь у нас теменная кость. А здесь у нас находится ткань мозга. То есть, мы смотрим на мозг в фронтальном срезе. Значит, вот здесь у нас находится мозг. И в мозгу у нас есть над мозгом три слоя. То есть, первый слой это у нас мягкая оболочка. Вот мягкая оболочка, она покрывает ткань мозга. Потом дальше у нас идет сосудистая оболочка. Давайте его тоже здесь нарисуем. Значит, второй слой у нас сосудистая оболочка. И третья оболочка, которая покрывает у нас мозг, это у нас твердая оболочка, дуроматор. И между твердой оболочкой и костной тканью у нас здесь образуется такой просвет. И именно этот просвет мы называем синусом. То есть, синус это аналогия вены, но ее стенки, стенки синуса у нас образуют костная ткань и твердая оболочка мозга. Вот так, как мы видим в этой картинке, у нас есть несколько синусов в мозгу. Первое, это у нас верхний сагитальный синус или синус сагиталис супериор. Значит, мы поняли, что такое синус. Теперь давайте остановимся на слове сагиталис. Сагиталис это от латинского слова sagita, то есть, оно значит, что ее значение это лук. То есть, если мы из стрелы выпустим лук, он как бы таким образом воткнется в голову, то есть, мы сверху смотрим, и вот как бы получился хэдшот. И если параллельно этой стреле мы опустим срез, то мы получим сагитальный срез. И точно так же, этот синус проходит по середине двух полушарий, поэтому мы зовем его сагитальный. И почему он получил название супериор или верхний? Так как у нас есть два таких синуса, то есть, два сагитальных синуса, и один из них располагается вот сверху, другой между полушариями. Поэтому этот синус мы называем синус сагиталис супериор. Теперь я вам говорил во время практических занятий, что когда сосуд проходит над поверхностью кости, у нас образуется своеобразное такое, такой арык или углубление, мы ее зовем бороздой, то есть сулькусом. Теперь мы видим, что синус сагитали супериор, или верхний сагитальный синус, он проходит на границе лобной кости, лобной кости. Также он проходит на границе теменной кости. Также этот синус у нас проходит на границе затылочной кости, поэтому в этих костях этот синус у нас образует что? То есть борозду сулькус синус сагитали супериор. Теперь возвращаемся вот к внутреннему строению кости, и видим здесь вот это место возникновения сулькус синус сагитали супериор. Теперь, когда верхний сагитальный синус, вот он достигает края от мозга, между мозжечком и мозгом, он разделяется на две части, на две ветви. Вот он тут разделился на две части. И вот эти две части у нас называются синус трансверсарис, то есть поперечные синусы. Они образуются также между затылочной костью и твердой оболочкой мозга. И этот синус делит наш мозг и мозжечок, условно говоря. И ниже этого разделения у нас располагается внутренний гребень, и вместе вот эти структуры, они образуют крестообразное возвышение, или eminencia cruciformis. Значит, мы поняли, как у нас образовался крестообразное возвышение. Посередине крестообразного возвышения у нас находится внутренний затылочный выступ, или по латыни он называется протуберенция, протуберенция, оксипиталис, интерна. Почему интерна? Потому что точно так же, как и внутренний затылочный гребень, у нас есть наружный затылочный гребень, также наружный затылочный выступ. Поэтому он называется протуберенция, оксипиталис, интерна. И теперь крестообразное возвышение, вот крестообразное возвышение, оно делит внутреннюю поверхность затылочной кости на четыре ямки. Вот, две верхние ямки, вот их границы, также две нижние ямки. Вот. Значит, ямки мы по латыни называем фосса. На верхних вот этих ямках у нас располагается полушарие головного мозга, поэтому они у нас называются фосса церебралис. Фосса церебралис. А нижние ямки у нас называются фосса церебелларис, то есть мозжечковые ямки, церебелларис. Чтобы вот это понять, опять возвращаемся к вот этой картинке мозга. И здесь мы видим, что поперечный синус делит мозг и мозжечок, поэтому вот этот поперечный синус, он служит своеобразным делением. То есть над поперечным синусом у нас располагается мозг, а под синусом у нас располагается мозжечок. И теперь они на поверхности внутренней стороны затылочной кости образуют ямочки. То есть левое полушарие и правое полушарие образуют верхние ямочки, фосса церебралис, а правое и нижнее полушарие мозжечков, они образуют фосса церебелларис. Думаю, с этим все понятно. И вот здесь также мы можем увидеть вот этот лямбдовидный шов. Так, вот он лямбдовидный шов. Так, идем дальше. Теперь открываем вот эту картинку. И здесь мы видим посередине, ну или чуть ниже середины, большое затылочное отверстие, и его мы называем форамин магнум. Форамин магнум. Форамин магнум у нас заканчивается продолговатый мозг и начинается спинной мозг. И в принципе это основные элементы, которые располагаются на внутренней поверхности затылочной кости. Теперь давайте разберем наружную поверхность. Значит, это у нас наружная поверхность затылочной кости. И так как мы говорили ранее, здесь у нас посередине находится наружный затылочный выступ. Или протуберенция. Протуберенция. Оксипиталис. Оксипиталис. Экстерна. Экстерна. И этот выступ вы можете ощупать своими пальцами. То есть он как бы осязается. Можно пропальпировать. И теперь параллельно к наружному затылочному выступу у нас находится вот такая линия. Место прикрепления мышц. И мы их называем линия Линия Нуха Супериор. Или верхние выйные линии. Верхние выйные линии. Ниже этой линии здесь есть еще одна линия. Она называется Линия Нуха Инфериор. Значит, это у нас Супериор. А эта линия у нас Линия Нуха Инфериор. И теперь Высшая линия Нуха Супериор. У нас есть еще одна линия. И она у нас называется Линия Нуха Супрема. Супрема. Как бренд Супрем. Он называется Линия Нуха Супрема. Так. Мы рассмотрели основные элементы на наружной поверхности чешуйчатой части затылочной кости. Теперь перейдем к латеральной части, то есть парс латералис. С наружной стороны парс латералис мы можем увидеть два мышелка. Их мы называем кандилиус 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 оксипиталис оксипиталис и эти мышелки вот мы их условно так нарисуем вместе с массой латералис первого шейного позвонка вот здесь у нас находится масса латералис и вот эти мышелки они у нас выпуклые а масса латералис у нас вогнутый и здесь между этими структурами у нас образуется что? Сустав у нас образуется сустав и этот сустав у нас называется атланто оксипитальный 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 оксипиталис или на латинском артикуляцо атланто оксипиталис и с помощью этого сустава мы можем выполнять вот сгибания и разгибания шеи или головы также боковые наклоны головы то есть мы можем говорить да-да-да и также ой-ой-ой вы так можете запомнить позади мышелка мы можем здесь увидеть вот такое отверстие это отверстие у нас называется форамин форамин канделярис то есть мышелковое отверстие или мышелковый канал также иногда его пишут каналис канделярис здесь у нас проходит эмиссарная вена эмиссарная вена что такое эмиссарная вена для этого давайте вот здесь условно нарисуем сагитальный срез кости и мы сказали что внутри черепа у нас есть глубокие вены или синусы также у нас есть вены поверхностные вены которые находятся под кожей их мы можем увидеть у тех кто нервничает то есть у них набухают подкожные вены значит они находятся над костью а это внутренние вены и теперь вот этот форамин канделярис или канализ канделярис через этот канал у нас проходит эмиссарная вена которая соединяет глубокие вены которые находятся внутри черепа и поверхностные вены которые находятся под кожей и рядом с этим отверстием у нас находится вот такая ямка и эта ямка у нас называется фоса фоса конделярис конделярис так мы разобрали наружную сторону парс латералис теперь давайте перейдем к внутренней стороне значит с внутренней стороны парс латералис мы можем увидеть вот такой отросток вот этот отросток у нас называется процессус югулярис югулярис то есть этот отросток вместе с височной костью то есть инцезура югулярис который находится вот здесь значит вот рядом с этим отростком у нас есть вырезка инцезура югулярис значит эта вырезка и этот отросток вместе с височной костью образуют отверстие то есть форамин форамин югулярис форамин югулярис через это отверстие что происходит что проходит через это отверстие у нас проходит еремная вена еремная вена как она образуется для этого мы опять вспоминаем эту картинку значит у нас поперечные вот эти синусы они продолжаются и в латеральной части затылочной кости у нас образует еще один синус и этот синус у нас называется сигмовидный синус синус сигмаидеус синус сигмаидеус значит вот эти поперечные синусы это у нас непосредственное продолжение верхнего сагитального синуса а сигмовидный синус это у нас продолжение поперечного синуса и вот здесь примерно здесь у нас находится еремное отверстие форамин югулярия и синус сигмаидеус выходит через это отверстие и когда он выйдет из этого отверстия он называется вена югулярис вена югулярис значит форамин югулярис является границей между синус сигмаидеус и вена югулярис вена югулярис это у нас внутренне еремная вена и эту вену тоже можно увидеть у тех кто кричит или нервничает и кто орет у них эти вены которые находятся на шее они выбухают и эти вены у нас зовутся внутренне еремные вены или вена югулярис югулярис инфериор а вена югулярис интерна интерна вот вот эти вены которые находятся вот здесь у нас и которые выбухают значит место перехода место перехода сигмовидного синуса на еремную вену это у нас отверстие форамин югулярис или еремное отверстие и это отверстие у нас находится между затылочной костью и височной костью а это отверстие у нас образует вот эта вырезка инцизура югулярис также процессус югулярис чуть ниже этого отростка и медиальни вот здесь мы можем увидеть также еще один канал этот канал у нас называется каналис нерви гипоглоси или гипоглосус через это отверстие у нас выходит одна пара черепно-мозговых нервов то есть подъязычный подъязычный нерв и это отверстие или канал называется по тому нерву который выходит у нас через этот канал и также мы сказали что у затылочной кости у нас есть парс базилярис и в этой части у нас находится у нас находится клиус или скат вот он скат его мы называем клиус клиус вы можете как бы сделать аналогию с горкой которая находится возле дворов то есть дети поднимаются по лестнице садятся вот так и спускаются по вот этой горке и точно так же на основании черепа между клиновидной костью и затылочной костью у нас образуется вот такой скат и здесь у нас находится продолговатый мозг который переходит на спинной мозг таким образом мы разобрали височную кость если у кого-то есть вопросы можете написать в чат или спросить устно я вас слушаю итак давайте продолжим с того места где остановились значит мы разобрали височную кость давайте теперь поговорим о теменной кости значит семенная кость у нас называется оспаритали 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 по своей форме у нас напоминает четырехугольник вот четырехугольник поэтому у остемпорали у нас есть вот четыре стороны или четыре края также четыре угла вот первый угол второй угол третий и четвертый угол так чтобы понять края и углы края углы теменной кости давайте рассмотрим те границы с которыми граничит теменная кость значит первая кость это у нас лобная кость или оспаритали вторая кость с которым граничит теменная кость это у нас клиновидная кость или оспенаидали третья кость с которым граничит теменная кость это у нас височная кость или остемпорали если быть точнее то чешуйчатая часть височной кости Также здесь теменная кость граничит с сосцевидным отростком височной кости, то есть процессус мастей деус, и с задней стороны теменная кость граничит с затылочной костью или осоксипитали. А с верхней стороны у нас теменная кость граничит с противоположной теменной костью. Так, теперь мы сказали, что по форме теменная кость напоминает четырехугольник, поэтому у него есть четыре стороны и четыре угла. Давайте начнем со сторон. Значит, первая сторона теменной кости или первый край, это у нас передний край, который граничит с лобной костью, поэтому этот край у нас называется марго фронтали или лобный край. Второй край или задний край у нас граничит с затылочной костью, поэтому этот край у нас называется затылочный край или марго оксипиталис. оксипиталис, оксипиталис. Так, теперь третий край у нас граничит с височной костью, или если быть точнее, то с чешуйчатой частью височной кости, поэтому этот край у нас называется чешуйчатый край или марго скуамоза. марго скуамоза. И четвертый, самый последний край, он находится сверху, и так как мы говорили ранее, здесь у нас проходит сагитальный срез, и по этому срезу мы зовем этот край сагитальный край, или марго, марго сагиталис. Тут очень все просто, то есть берем те места, с которыми прикрепляется теменная кость, и зовем по этим границам. Значит, первая граница... Самандар, выключи звук. Привет, Самандар, выключи звук. Значит, первая граница у нас лобный край, вторая граница, это у нас затылочный край, третья граница чешуйчатая часть височной кости, или чешуйчатый край, и также четвертый край, это у нас марго сагиталис, с которым одна теменная кость граничит с другой. Я думаю, что с этой костью у вас не должны быть никакие проблемы. И теперь мы рассмотрели края, теперь давайте остановимся на углах этой кости. Значит, с передней и верхней стороны теменная кость у нас граничит, то есть этот угол граничит с лобной костью, поэтому этот угол у нас называется ангулюс фронталис. С верхней и задней стороны этот угол у нас граничит с затылочной костью, поэтому этот угол у нас называется ангулюс оксипиталис, или затылочный угол оксипиталис. Так, теперь с передней, с передней, нижней стороны теменная кость у нас граничит с большими крыльями кленовидной кости, поэтому этот край и этот угол у нас называется ангулюс сфеноидалис, или кленовидный угол. И задний, нижний угол у нас граничит с сосцевидным отростком височной кости, поэтому этот угол у нас называется ангулюс мастаидеус. И еще раз повторим, значит, передний верхний угол у нас граничит с лобной костью, поэтому он называется лобный угол ангулюс фронталис. Задний верхний угол у нас граничит с затылочной костью, поэтому он называется затылочный угол ангулюс оксипиталис. Передний и нижний угол у нас граничит с клиновидной костью, поэтому он называется клиновидный угол англюс фенеидалис. И четвертый угол у нас граничит с сосцевидным отростком височной кости, поэтому он называется сосцевидный угол или англюс мастеидеус. Теперь с наружной стороны теменной кости у нас проходят две вот такие линии. Эти линии у нас называются линия темпоралис супериор и линия темпоралис инфериор, или верхние и нижние височные линии. Здесь у нас находится височная мышца, которая участвует в акте жевания. То есть, если вы обратите внимание на тех, кто вот жует, ну скажем так, шашлыки или лепешку, то вы можете увидеть, как у них двигаются вот эта мышца, то есть височная мышца. А височная мышца у нас находится на границе височной ямки, и височную ямку у нас образуют теменная кость, лобная кость и височная кость. Значит, на поверхности этих костей у нас остаются следы от височной мышцы, и эти следы мы можем увидеть в виде линии. Если мы посмотрим с внутренней стороны теменной кости, то мы можем увидеть вот такие борозды или следы от средней мозговой артерии. Их мы называем сулькус артерия церебри медиа. И также, если мы посмотрим с внутренней стороны, то наверху у нас находится вот такая борозда, которая образуется от верхнего сагитального синуса, правильно? О ней мы очень много говорили. И вот этот синус на поверхности кости у нас оставляет арык или борозду, и эту борозду мы называем сулькус. Если соединить борозду и вот этот синус, мы получим сулькус синус сагитали супериор. И чтобы вы смогли это представить, я опять вернусь к этой картинке, и мы видим, что на верхней поверхности мозга, то есть между полушариями, у нас проходит вот верхний сагитальный синус, и на поверхности теменной кости этот синус у нас оставляет борозду. И помимо этого, эти складки мозга у нас оставляют тоже свой след на поверхности костей, и их мы называем импрессио дигиталис или пальцевидные вдавления. Их вы можете сравнить с тем, что когда девушки особенно готовят тесто, они кулаками или пальцами нажимают на тесто, и на поверхности теста у нас остается вдавление от наших пальцев. И точно то же самое у нас происходит на поверхности черепа, то есть от складок мозга, извилин, от извилин мозга у нас остаются вот такие следы, их мы называем пальцевидные вдавления или импрессио дигиталис. И между вдавлениями у нас есть такая выпуклая часть кожи, и их мы называем юго серебри. Значит, если возвращаемся к теменной кости, то на верхней поверхности, с внутренней стороны, у нас есть след от верхнего сагитального синуса, и также здесь у нас будет отверстие, форамент париталии, через который проходит артерия. И вроде всё, мы разобрали теменную кость тоже, она очень лёгкая кость для изучения, я думаю, никого не будет вопросов по этой кости. Так, продолжаем дальше тогда, и переходим теперь к лобной кости, ос фронтали. Ос фронтали или лобная кость. Давайте сюда напишем название кости по традиции, значит, ос фронтали. Ос фронтали. Лобная кость у нас состоит из трёх частей. Вот, первая часть, это у нас чешуйчатая часть, или парсскуамоза. Парсскуамоза. Точно так же, как и в затылочной кости, эта часть лобной кости напоминает тарелку, она плоская. Также в этой кости у нас есть глазничная часть, парсорбиталис, который участвует в образовании верхней стенки глазницы, и посередине у нас находится парснозалис, или носовая часть, которая также участвует в образовании носовой полости. Давайте её тоже напишем. Парснозалис. Значит, на лобной кости мы выделяем три части. Это у нас чешуйчатая часть, парсскуамоза, глазничная часть, парсорбиталис, и носовая часть, парснозалис. Давайте теперь по одному разберём каждую часть лобной кости, и начнём с парсскуамозус. Значит, парсскуамозус у нас граничит с теменной костью, и здесь между теменной костью и лобной костью у нас образуется вот такой шов, и этот шов у нас называется венечный шов, или сутура, сутура короналис, сутура короналис. На наружной поверхности лобной кости мы можем увидеть вот здесь два таких выступа, или бугра, и они у нас называются тубер, тубер фронтали. Тубер фронтали. У некоторых этот бугра очень хорошо выражен, а у некоторых он плоский и не так заметен, и его образование мы можем связать с развитием головного мозга у человека, так как головной мозг развился, вот эта часть начала как бы выступать вперёд. Так, и если мы спустимся чуть ниже, то здесь мы можем увидеть вот такой шов. Этот шов у нас называется сутура метопика. Метопика. Или в некоторых учебниках его также пишут сутура фронталис, то есть лобный шов. Сутура фронталис. И в принципе мы рассмотрели основные элементы, которые находятся с наружной стороны чешуйчатой части. Давайте перейдём теперь к внутренней поверхности. Значит, на внутренней поверхности мы вот здесь посередине можем увидеть след от верхнего сагитального синуса, или от сулькус синус сагитали супериор. Вот он, значит, вот здесь на лобной части он опять-таки образует вот такой след, или арык, и этот арык у нас называется сулькус синус сагитали супериор. Ниже сулькус синус сагитали супериор у нас находится вот такой гребень, и этот гребень у нас называется кристо фронталис, или лобный гребень. Также на внутренней поверхности чешуйчатой части мы можем увидеть вот такие следы от средней мозговой артерии, то есть артерии серебри медиа. Их мы называем сулькус артерия серебри медиа. Точно такие же следы у нас есть на внутренней поверхности теменной кости. Так, здесь также мы можем увидеть то, что я говорил ранее, вот такие пальцевидные вдавления. Impressio digitalis, которые образуются от извилин мозга. Вот видите, вот здесь у нас находятся вот такие вдавления, и между ними есть вот такая выступающая часть, и их мы называем юга серебри. Юга серебралис, или серебри. А вот это у нас пальцевидные вдавления, или импрессио digitalis. Digitalis. И внутренний, ну и не внутренний, а лобный гребень у нас заканчивается вот здесь слепым отверстием. Он у нас называется foramen secum. Почему слепое отверстие? Обычно отверстие, оно полностью как бы проходит через кость, то есть она прободает кость. И здесь, если мы посмотрим, вот как бы здесь наш глаз, если мы посмотрим, то мы через это отверстие можем увидеть, что здесь находится. Домик, давайте нарисуем. А слепое отверстие, он не открывается на противоположную сторону, то есть как бы он как тупик заканчивается на лобной кости, поэтому он называется слепое отверстие, так как мы не видим то, что находится вот здесь, так как она не полностью прободает лобную кость. И в принципе мы разобрали все основные элементы, которые находятся на внутренней поверхности чешуйчатой части лобной кости. Давайте теперь перейдем к глазничной части. По латеральной части, по латеральной стороне глазничной части мы можем увидеть вот такой отросток, и этот отросток у нас называется процессус зигоматикус, зигоматикус, или скуловой отросток. Так как этот отросток у нас соединяется со скуловой костью, он получил название скулового отростка. Если мы пойдем через отросток внутренний, то мы увидим вот здесь край, то есть верхний край глазницы, и этот край у нас называется марго супраорбиталис. И на марго супраорбиталис мы можем увидеть вот здесь вырезку. Вырезку мы называем инцизура супраорбиталис. Тут есть один интересный момент. То есть у некоторых людей вот эта вырезка в виде вырезки, а иногда она может быть в виде отверстия, то есть в виде форамин. То есть у человека может быть или инцизура, или форамин. Или с одной стороны инцизура, с другой стороны форамин. Это зависит от того, как срастается вот эта часть кости. Если нижний край этого отверстия, он полностью срастается, то он остается в виде отверстия, в виде форамина. Если нижний край не срастается, то вот здесь мы видим, как образуется вырезка. И теперь он зовется не форамин, а инцизура. И через эту вырезку или отверстие у нас выходит ветвь. То есть первая ветвь тройничного нерва, она отдаёт такие ветви. И эта ветвь у нас выходит через эту вырезку или через это отверстие. Если вы хотите определить болезненность на первой ветве тройничного нерва, то вы находите эту вырезку и нажимаете на неё. И если есть воспаление, то больной или пациент почувствует такую острую боль в этой области. Так, давайте идём дальше. И рассмотрим, что ещё есть на глазничной поверхности. И для этого нам нужна будет вот эта картинка. Значит, мы сказали, что парс орбиталис или глазничная часть лобной кости участвует в образовании верхней стенки глазницы. Вот мы все недавно говорили о глазнице. И я думаю, вы все знаете. Вот, посмотрите на эту картинку, и мы здесь видим, что вот эта часть лобной кости участвует в образовании верхней стенки. И эта часть вот приходится на вот эту часть лобной кости. И здесь мы можем увидеть на верхней латеральной стороне вот здесь две ямки. Эти ямки у нас называются фосса лакрималис. Лакрималис. Или слезные ямки. И здесь у нас находится слезная железа. Или слёзная железа. Я точно не знаю, как будет правильное произношение. И вот здесь, на этой картинке мы можем увидеть, что на верхней латеральной стенке глазницы вот здесь у нас находится слезная железа. И она у нас вырабатывает слёзную железу. Это слёзная жидкость. И эта слёзная жидкость, как фонтан или как душ, омывает слезистую глаза. И как бы очищает также. И накапливается на нижнем краю глаза. И здесь через носослёзный канал наша слеза попадает в полость носа. Значит, на месте вот этой слёзной железы у нас остаётся ямка. И он называется фосса лакрималис. И на этой картинке мы также можем увидеть вот инцизура супраорбиталис или форамин супраорбиталис. Так, с глазничной частью тоже мы разобрались. Теперь давайте перейдём к носовой части. И на носовой части у нас находятся осисты отросток или ось лобной кости. Он у нас называется спиноназалис. И эта часть лобной кости у нас участвует в образовании верхней стенки носовой полости. И это тоже мы с вами разбирали во время практического занятия. И носовая полость у нас имеет форму трапеции. И верхнюю стенку носовой полости у нас образуют вот три кости. И первая из них это у нас лобная кость, ос фронтали. Вторая кость это у нас решётчатая кость, ос этмайдали. Или если быть точнее, это у нас пористая пластинка или ламина, к реброзу от ос этмайдали. И также клиновидная кость, ос фронтали. Так, и если мы посмотрим с внутренней стороны на лобную кость или на носовую часть, то мы здесь можем увидеть вот такую вырезку. Вот такую вырезку, вот. Эта вырезка у нас называется инцизура. Инцизура. Этмайдалис. Почему она так называется? Потому что здесь у нас находится пористая пластинка. Пластинка, пористая пластинка, решётчатые кости. И здесь у нас вот есть вот петушиный гребень или крестогалли. И так как здесь у нас находится решётчатая кость, то эта вырезка у нас получила название решётчатые вырезки или инцизура. Этмайдалис. И таким образом мы разобрали лобную кость. А, ещё несколько моментов осталось. То есть с наружной поверхности, вот здесь, выше процессу зигоматикус, у нас начинаются вот эти две линии, которые мы разобрали чуть раньше. Линия темпоралис супериор и инфериор. И она как бы продолжается на теменной кости. А чуть ниже этой линии у нас образуется поверхность. Вот здесь у нас образуется поверхность. И он называется фасцис темпоралис. Фасцис темпоралис. Или височная поверхность, которая участвует в образовании височной ямки. Таким образом мы разобрали вот лобную кость. Она более-менее несложная кость. Думаю, всё вам понятно. Если есть вопросы, вот пишите в чат, ребята. Какое клиническое значение имеет лобная кость? Лобная кость, как и ещё несколько другие кости, считается воздухоносной костью. То есть внутри лобной кости у нас есть пазухи. И эти пазухи мы называем лобной пазухой или синус фронталис. Помимо лобных пазух у нас есть ещё три пазухи. Это у нас верхнечелюстная пазуха, которая находится внутри верхней челюсти. Или по автору она у нас называется гайморовая пазуха. И вот здесь вы можете увидеть их границы. Также внутри тела клиновидной кости у нас находится клиновидная пазуха. Синус фенеидалис. И внутри решётчатой кости, вот они, у нас находится решётчатая пазуха или синус этмайдалис. Давайте её тоже напишем. Синус этмайдалис. Значит, у нас есть четыре кости, которые в своём просвете хранят воздух. И они называются воздухоносные кости. И к ним относится лобная кость. И воздушное пространство внутри лобной кости у нас называется лобный синус или синус фронталис. Также внутри верхней челюсти у нас есть синус. Он называется синус максиллярис или по автору гайморовая пазуха. Внутри тела клиновидной кости также у нас есть пазуха. Она у нас называется синус фенеидалис. И внутри решётчатой кости также есть воздух. И он называется синус этмайдалис. Теперь давайте посмотрим, как выглядят эти синусы. Синусы в различных снимках. Сперва рассмотрим рентгенографию черепа. И здесь мы можем увидеть границы верхней челюстной пазухи или синус максиллярис. Вот одна граница и вот второй синус. Также чуть выше, вот здесь, мы можем увидеть лобную пазуху или синус фронталис. Точно так же на этом примере тоже у нас находится лобная пазуха. Вот её границы. А чуть ниже у нас находится верхняя челюстная пазуха. Ну, если вот очень приглядеться, то здесь можно увидеть также клиновидную пазуху. Но я считаю, что рентгенография не так полезна для визуализации клиновидной пазухи. Вот здесь мы можем увидеть вот так же вот глазницу. Вот у нас глазница. Здесь у нас вот скуловая кость. Вот скуловая кость. И вот верхняя и нижняя челюсть. И при инфекционных заболеваниях или воспалениях вот этих пазух, то вот эта полость, она полностью закрывается, и мы не видим такие воздушные пространства. И можем судить, что здесь у нас есть какое-то воспаление. Давайте теперь рассмотрим следующий метод визуализации. Это у нас компьютерная томография. Как мы узнали, что это компьютерная томография, здесь мы очень хорошо видим кости и очень плохо различаем мягкую ткань. И это у нас компьютерная томография. Здесь у нас сагитальный срез. Здесь у нас коронарный срез. Тут тоже у нас коронарный. И здесь у нас трансверсальный. Или вот горизонтальный срез. И здесь мы можем вот ярко увидеть вот лобную пазуху. Вот очень хорошо видно. Также на этой картинке мы можем увидеть решетчатые пазухи. Вот они. И также вот здесь у нас просвет. Давайте другим светом нарисую. Вот здесь у нас просвет клиновидной пазухи. Вот он. И так. На трансверсальном срезе вот здесь мы видим вот просвет лобной пазухи. И в коронарном срезе тоже мы видим вот просвет лобной пазухи. А здесь у нас вот визуализируется верхнечелюстная пазуха. Вот здесь тоже у нас верхнечелюстная пазуха. Вот гайморовая пазуха. И у некоторых может возникнуть такой естественный вопрос. То есть почему на этой картинке у нас одна лобная пазуха вот с левой стороны больше, а с правой стороны меньше. Это можно объяснить двумя способами. Первое. У некоторых людей одна сторона вот хорошо развивается, а вторая не очень хорошо. Поэтому мы визуализируем эту часть хорошо, а эта часть плохо. А второе предположение, которое объясняет такое расположение пазух, это зависимость среза. То есть человек во время исследования не всегда стоит идеально, как мы хотели. Поэтому срез, он получается вот в таком косом, косое направление берёт. И поэтому мы одну часть хорошо видим, а вторая часть более косо как бы проходит, поэтому она меньше видится. И при воспалении этих пазух мы на просвете можем увидеть эксудат или гной. То есть здесь идёт вот такое восполнение жидкостью. Также мы можем здесь визуализировать вот такие полипы. И ещё можно здесь увидеть кисты, то есть полости, которые содержат жидкость. Вот здесь у нас бывает такая полость, и внутри жидкость. Значит, с помощью компьютерной томографии мы намного лучше визуализируем пазухи, в том числе и лобную пазуху. И следующий метод диагностики – это у нас магниторезонансная томография, или сокращённо МРТ. И как отличить от компьютерной томографии? Вот в компьютерной томографии вы видите, что мягкая ткань, она вообще не дифференцируется, и очень плохо визуализируется. А на магнитно-резонансной томографии мы можем увидеть складки мозга, мы можем увидеть мост, также мягкие ткани, они очень хорошо видны. Значит, это у нас магнитно-резонансная томография. И на этом снимке мы можем также увидеть вот здесь лобную пазуху, и здесь мы можем увидеть клиновидную пазуху. Вот она, клиновидная пазуха. Также вот здесь мы можем увидеть гипофиз. Значит, магнитно-резонансная томография тоже очень хорошо подходит для визуализации, для диагностики лор-органов, в том числе и пазух. И ещё один снимок, который я хотел с вами рассмотреть, это коронарный срез на магнитно-резонансной томографии. И, как я говорил во время практических занятий, мы с внутренней стороны не такие красавцы. И вы можете убедиться на этих срезах, насколько мы красивые. И здесь, как вы видите, вот здесь у нас визуализируется лобная пазуха. Вот она, вот она, её границы. И также здесь мы можем увидеть верхнюю челюстную пазуху или синус максиллярис. И если мы сравним вот левую сторону с правой стороной, то вы видите, что на внутренней поверхности или просвете лобной, э, верхней челюстной пазухи у нас есть что-то, которое полностью заполняет правую верхнюю челюстную пазуху. Это, скорее всего, вот гайморит. И у человека вот эта пазуха полностью восполнена эксудатом или вот гноем. И его надо как бы делать вот такую дырку и как бы выкачать вот этот гной. Тактика такая. И антибиотикотерапия. Вот, думаю, вот эти клинические аспекты были очень интересны для вас. Я специально вот подобрал special for you такие картинки. Я думаю, вы оцените. Так, и таким образом мы разобрали и лобную кость. Давайте теперь рассмотрим самую последнюю, но не по важности. Это у нас решётчатая кость. Решётчатая кость. И решётчатая кость у нас называется ос-этмоидали. Ос-этмоидали. Почему она получила название решётчатая кость? Потому что внутри решётчатой кости у нас есть очень много вот таких ячейки, вот воздухоносные ячейки. И поэтому она напоминает вот такие решётки или лабиринт. Поэтому называется решётчатая кость. Ос-этмоидали. И, как я говорил ранее, эта кость также участвует в образовании синусов. Синус-этмоидали. Чтобы проще объяснить эту кость, я условно разделяю её на три части. И первая часть это у нас перпендикулярная пластинка решётчатой кости. Вот здесь вы можете увидеть границу перпендикулярной пластинки. Вот она вот так направляется. Это у нас более сагитальный, кососагитальный срез. А здесь мы смотрим вот с передней стороны или на фронтальном срезе. И на верхней стороне перпендикулярной пластинки вот здесь мы можем увидеть вот такой гребень. Он у нас называется петушиный гребень или кристо-галли. Кристо-галли. А перпендикулярная пластинка, вот она, участвует в образовании носовой перегородки или верхней части носовой перегородки. Её вы можете увидеть вот на этой картинке. То есть это у нас медиальная стенка носовой полости. и вот здесь вот здесь перпендикулярная пластинка, вот эта пластинка решетчатые кости у нас образует носовую перегородку. А нижнюю часть носовой перегородки, вот эту часть, у нас образует сошник или вомер. Значит, носовую перегородку у нас образуют две кости. это у нас перпендикулярная пластинка решетчатые кости, также сошник. А хрящевую часть носовой перегородки у нас образует вот хрящ, и обычно из-за этого хряща у нас происходит искривление перегородки. То есть до как бы подросткового периода вот костная часть носовой перегородки и хрящевая часть носовой перегородки они растут одновременно, но ближе к подростковому возрасту уже перегородка, костная часть перегородки уже медленно растет, а хрящевая часть она начинает расти быстрее, и она уже не умещается, не помещается на как бы просвете носовой полости, за счет этого как бы она длинная и должна поместиться на такой маленькой поверхности, поэтому на носовой перегородке у нас происходит такое искривление, и вот это искривление препятствует к проходу воздуха, то есть с одной стороны вот хорошо, а с другой стороны воздух плохо проходит, за счет этого у человека возникают проблемы с дыханием, и у них постоянно идет воспаление слизистой, и вот этот искривленный хрящевую перегородку у нас оперативным путем исправляют, то есть эту часть как бы отрезают или вырезают и как бы выпрямляют носовую перегородку, иногда ломают этот хрящ и как бы выпрямляют за счет этого аэродинамика, то есть оборот воздуха улучшается и мы так можем вылечить больного. Значит это у нас перпендикулярная пластинка, перпендикулярная пластинка решетчатой кости. Помимо перпендикулярной пластинки, давайте вот еще раз нарисуем, вот здесь у нас перпендикулярная пластинка, здесь у нас петушиный гребень, вот он, кристогалли, и горизонтально к перпендикулярной пластинке у нас находится пористая пластинка или ламина, ламина, криброза, криброза, и я очень много раз повторял во время практических занятий, что через эту пористую пластинку у нас проходит обонятельный нерв, вот здесь у нас обонятельная луковица заканчивается, и его такие нитки, то есть рецепторы, через вот эту пористую пластинку, то есть такие дырки, вот, они попадают в полость носа, и в полости носа они участвуют в обонянии, то есть через верхний носовой ход у нас проходит воздух, и эти рецепторы, они улавливают эти химические вещества, и за счет этого мы чувствуем обоняние. Значит, если возвращаемся к анатомии решетчатой кости, у нас есть две пластинки, это у нас перпендикулярная пластинка, и вот это у нас пористая пластинка ламина криброза, и с двух сторон на пористую пластинку у нас прикрепляется вот этот вот лабиринт, лабиринт, лабиринтус ос этмайдалис, и внутри этого лабиринта, как я говорил ранее, у нас находятся ячейки, вот они ячейки, и интересный момент вот лабиринта, то есть вот здесь на наружной поверхности лабиринта, у нас есть пластинка, эта пластинка у нас зовется орбитальная пластинка, или ламина, ламина орбиталис, ламина орбиталис, вот здесь тоже вы можете увидеть эту пластинку, она такая плоская, и эта пластинка у нас участвует в образовании внутренней стенки глазницы. Вот здесь мы можем увидеть границы решетчатой кости. Вот граница решетчатой кости. И вот эта пластинка есть, это глазничная пластинка или ламина орбиталис. Вот. Значит, вот эта поверхность или наружная стенка лабиринта участвует в образовании медиальной стенки глазницы. И еще один очень важный момент. Это у нас две структуры, которые отходят от лабиринта. Это у нас носовые раковины. И у нас есть две носовые раковины. Первая это у нас верхняя носовая раковина. Вот здесь она, верхняя носовая раковина находится. Также у нас есть нижняя носовая раковина. Вот она, нижняя носовая раковина. Вот. И здесь у нас есть крючкообразный отросток процессус унценатус. И вот эти две раковины, верхняя и средняя носовая раковина, у нас участвуют в образовании носовых ходов. А носовые ходы мы разберем чуть позже. Через 2-3 урока мы отдельно остановимся на носовой полости и разберем носовые ходы. Значит, у решетчатой кости у нас есть вот перпендикулярная пластинка. Также у нас есть пористая пластинка. На верхней стороне перпендикулярной пластинки у нас есть петушинный гребень, крестогалли. И с двух сторон к пористой пластинке у нас прикрепляется лабиринт. Лабиринтус этмайдалис. И наружная стенка лабиринта у нас образует такую глазничную пластинку, которая участвует в образовании медиальной стенки глазницы. И также от лабиринта у нас отходят две вот такие раковины, носовые раковины, верхняя и средняя носовая раковина, которая участвует в образовании латеральной стенки носовой полости. Также участвует в образовании носовых путей. Таким образом мы разобрали решетчатую кость. Думаю, это было полезно для вас повторить, для кого-то новая информация. И если есть вопросы, я вас слушаю. Пока что. Вопросов нет? Хорошо. Вот, также вот это латеральная стенка носовой полости. Латеральная стенка. И здесь вот вы видите две носовые раковины решетчатой кости. А вот здесь у нас находится вот пористая пластинка. И вот нижняя носовая раковина, это у нас отдельная кость. И они втроём участвуют в образовании трёх носовых ходов. Так, и тоже вот посмотрим визуализацию или лучевую диагностику, скажем так, решетчатой кости. И возвращаемся к вот этим снимкам, которые мы чуть раньше разобрали. И вот здесь, сейчас я уберу эту картинку. Так, и вот здесь мы можем вот увидеть решетчатую кость, то есть ячейки, которые есть в решетчатой кости. И они у нас образуют решетчатый синус. Значит, в просвете этих синусов тоже у нас может образоваться воспаление и гной. И гнойное воспаление вот решетчатой пазухи тоже очень опасно, так как, видите, оно граничит с чем? С глазницей. Видите, такая тонкая пластинка, вот ламина орбиталис. И гной, если разъедает внутреннюю вот эту стенку, она может попасть в полость глаза и вызвать абцесс вот около глазничной клетчатки или глаза. Также вот здесь лобная пазуха, она такой тонкой пластинкой граничит с мозгом. То есть, если здесь у нас идет гнойное воспаление лобной пазухи, то она тоже вот разъедает вот эту стенку и попадает в полость мозга и может вызвать гнойное воспаление мозга. Также может вызвать абцесс. И чуть-чуть остановимся еще и на клиновидной пазухе. То есть, здесь тоже, если будет гной, то он может попасть в среднюю черепную ямку. Также у нас здесь есть зрительный перекрест и гипофиз, то есть, он может распространиться в эту область. Так, в принципе, я рассказал все, что хотел. Думаю, все вот это было полезно и интересно для вас. И в следующий раз мы разберем теперь клиновидную кость и височную кость. И я как бы рекомендовал бы вам прочесть чуть-чуть и подготовиться, чтобы материал был более полезным для вас. Если нет вопросов, то заканчиваем конференцию. Всем спасибо, что уделили время, зашли. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok